Салют, Макс на связи. Сейчас будет довольно интересный и интригующий триллер. Прошу заранее поставить лайк и подписаться. Погнали. Фильм называется Кловерфилд 10. Начало у него довольно быстро. Девушка едет по дороге и ее сбивает незнакомец на пикапе. Она просыпается в незнакомой ей комнате и видит, что прикована наручниками за ногу к трубе. Также ей поставили капельницу с каким-то лекарством. Она пробует освободиться и слышит, как кто-то открывает дверь. Входит довольно крупный взрослый мужчина и представляется Говардом. Он говорит, что спас девушке жизнь. Ее зовут Мишель. Мишель ничего не понимает и просит его выпустить ее наружу. Но Говард говорит, что на улице небезопасно. Там отравлен воздух и она должна быть благодарна за то, что он спас ее. Он дает ключ и она отстегивает себе. Мишель собирается напасть на него и поджигает одежду, кладя ее вентиляцию. Когда Говард приходит, она нападает на него, но тот ее усыпляет. На следующий день, когда Мишель очнулась, Говард приносит ей еду и оставляет дверь открытой. Он говорит, что в мире случилась ядерная война и все заражено. Она выходит и находит еще одного человека, которого зовут Эммит. Говард показывает ей бункер и говорит, чтобы она сходила в туалет. Мишель говорит, что не хочет, но Говард настаивает и говорит, что надо. Ей приходится это делать прямо при нем. Позже Мишель просит показать ему улицу. Они поднимаются наверх по лестнице и он открывает первую дверь. Мишель смотрит в маленькое окно и видит пикап. Она сразу же вспоминает, что именно такой пикап ее и сбил. Этим вечером Мишель и общается с Эммитом, и он говорит, что сам сюда пришел. Он помогал Говарду строить этот бункер и видел, как человек старался, чтобы защитить людей. Позже, когда они ужинают, Эммит предлагает поиграть в монополию. И шутя говорит, что если они будут играть в нее каждый день, то год пролетит быстро и они снова выйдут наружу. Говард злится и предупреждает его, чтобы он заткнулся и не мешал им с Мишель ужинать. Он говорит, что его юмор полный отстой. Мишель это замечает и решает воспользоваться. Она специально мило общается с Эммитом и они шутят. Говард вспыхивает, как спичка и говорит Мишель, чтобы она извинилась за то, что оскорбляет его. Мишель извиняется, но Говард замечает пропажу своих ключей. Она бьет его по голове бутылкой и бежит по лестнице, чтобы открыть бункер. Она открывает первую дверь и снова ее закрывает с другой стороны. Когда она пытается открыть вторую дверь, к ней подбегает зараженная девушка и просит помощи. Мишель это видит и отстраняется. Позже Мишель зашивает рану Говарду и он рассказывает ей про свою дочь Меган, которая, к сожалению, уже погибла вместе с своей матерью. После какой-то время все довольно мило проводят время, играют в игры и смотрят фильмы. В один день Говард просит Мишель прочистить вентиляцию. Анна лезет по шахте и пробирается в комнату, где расположен фильтр. Анна его чистит и решает подняться по лестнице к люку, чтобы просто посмотреть на небо. На стекле люка Анна замечает надсрапанное слово «помогите», которое было сделано с внутренней стороны. Когда Анна спускается, она замечает сережку, такую же, как у Меган на фото. Она рассказывает об этом Эммиту, но он говорит, что это не Меган, это Бритни, которая пропала три года назад. Мишель все понимает, но тут приходит Говард и говорит «давайте послушаем музыку». Она придумывает план, как сбежать и просит у Эммита помощь в создании костюма. Изо дня в день они втихую добывают разные детали. Эммит даже говорит Говарду, что когда Мишель купалась после чистки фильтра, то могла заразить шторку и Говард ее выбрасывает, а они забирают. В один день они играют в «угадай слово», Говард начинает сильно давить на Эммита, говоря, что он все про них знает, но оказывается он просто показывал, как выглядит Санта-Клаус. На следующий день Говард приводит их к большой бочке и говорит, что здесь находится хлорид натрия. Он разъедает большинство биоматериалов при контакте. Эммит спрашивает, а для чего он им это показывает, и Говард показывает их предметы, которые нашел. Мишель и Эммит начинают суетиться, и Эммит признается, что это он их украл у Говарда, потому что тоже хотел быть таким же крутым и извиняется. Говард принимает извинения и убивает Эммита на глазах у Мишель. В этот вечер Мишель заканчивает костюм, и когда приходит Говард, она прячет его под матрас, а маску в вентиляцию. Но болт с вентиляции падает, и Говард начинает все проверять. Он замечает, что что-то есть под матрасом, швыряет в сторону Мишель и находит костюм. Мишель сбегает, и когда Говард преследует ее, она выливает на него бочку с раствором хлорида. В бункере начинается пожар. Мишель одевает костюм и пролазает про вентиляции, но ее хватает все еще живой Говард. Она все-таки доползает до фильтра, ломает замок и выходит на улицу через люк. Она бросается к машине и видит, что порвала костюм. Но она понимает, что может легко дышать, и воздух абсолютно чистый. Она снимает маску и расслабляется. Но в небе Мишель видит странный корабль. Из него что-то вылазит, и Мишель бежит к другой машине, но в ней срабатывает сигнализация, и она прячется в сарае. Пока Мишель сидит в сарае, она видит, что за машиной находится странное инопланетное существо. Она бежит к сараю и пытается почувствовать Мишель. Когда она уходит, Мишель выбегает из сарая и бежит к ферме, в которой горит свет. Она просит помощи, но это оказывается свет фонаря от инопланетного корабля. Он взлетает и распыляет ядовитое вещество. Мишель надевает маску и спасается. Когда она садится в машину, корабль захватывает ее и пытается достать Мишель. Она соединяет виски с тканью и делает коктейль молотова. Когда инопланетный корабль открывает свой рот, она бросает внутрь его бутылку, и он взрывается. Мишель падает и теряет сознание. После того, как она очнулась, она заводит машины и уезжает, сбивая по пути почтовый ящик с названием «Кловерфилд-10». По дороге Мишель слышит по радио, что людям нужна помощь в городе Хьюстон. Они побеждают, но все равно им нужны еще люди. Она останавливается перед знаком Хьюстон и поворачивает в сторону города. На этом моменте фильм заканчивается. Это был Макс. Прошу поставить лайк, подписаться и написать в комменты свои мысли, какую оценку вы поставите этому фильму. Рекомендую к просмотру эти два ролика и желаю вам хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok